Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Не знаю, фортанет мне нет. Надеюсь, сегодня выходные и все прочее. Но место вам уже как бы знакомое, да? Мне надо на ту сторону этого водоема. Я охрипший. Я болел. Ну как болел? Я настыл после тех поездок, где я был в скейт-парке и заброшенном здании. Вон там дальше, да? Ну в общем, я сам виноват. Я приехал, был день жаркий. Я лег спать, забыл закрыть окно. У меня вот такая щелка была. В итоге меня продуло. Я до сих пор хриплю. Скорее всего, когда Серега появится, большую часть видео будет говорить он. Потому что я с трудом говорю. Кате, спасибо за подгон малинового варенья. У меня горло прошло идеально. Я бы вообще сегодня не разговаривал, если бы она мне его не подарила, так скажем. Можно даже сказать, задонатила банку малинового варенья. Ну а вот и место перехода. Вот оно. Здесь уже и воды-то практически не осталось. Вот такой мостик. По нему в тот раз шли, была вода. В этот раз уже ничего нет. Перешел я на эту сторону. Вот так в теории можно было бы залезть на эту вышку. Но не до нее. Мне надо идти туда дальше. И чтоб меня как бы никто не просек. В общем, все. С вагонами я в завязке. Потому что Серега освободился. Пошел я назад. Мы с ним забились встретиться в районе Градирин. Если я правильно просклонял это слово. В общем, иду к Градиринам по асфальтной дороге. А там дальше будет видно. Собачки лежат. Лают на меня. Вот этот момент я не учел гуляний здесь. Что здесь могут быть собаки. Но они веселые, смотрю. Хвостами машут. Я им говорю, и песы. Я сейчас говорю, здесь тупо пройду и все. А че ты не написал-то? Я не видел, что ты здесь уже. Ты только по сторонам смотри. Мало ли че. Ну че. Пойдем. Говорю, ты же, ты как я понял, пришел, как мы в прошлый раз пришли на автопилот. Да, где-то там вышел. Ну, вон там. Я уже прошел. По железке вон там я прошел. То есть ты, даже и ты здесь первый? Я здесь первый раз. Ну, пойдешь сейчас смотреть. Пойдем. Я просто угораю то, что градирня, вот отличная от этих вот труб. Или каких-то там заводских пепела. Получается самое экологическое. Потому что она просто этим. Как его. Обычный уединой пар. И все. Пока ничего. Не, ну здесь угарно. Вот так вот. Прикольно. Там вон мужик сидел, рыбу ловил. Ну, муж его снимать не стали. Два. Да. Ни одного, значит, не заметил. Такая тропиночка. Она нас должна привести к клязьбе. Я рассуждаю так. Что если не написано, гулять и снимать нельзя, то все остальное можно. Как ты считаешь? Как ты считаешь? Я рассуждаю так. Я рассуждаю так. Я рассуждаю так. Типа, чего я говорю. Что вот, может, не может. Если бы нельзя было бы, они бы еще там, где эта будка стоит, типа, касса автоприборовская, они бы там какие-нибудь вороты забили бы и фиг сюда кто прошел бы. Ладно, идем. Здесь вот такие тропы. Нам надо было идти куда-то туда, но мы отрезаны ручьем, и мы ищем, где пройти здесь. Надеюсь, нас не принимают за тех, кем мы не являемся. Да? Да. Народ у нас такой чудный. Нет, сейчас время просто не то. Ну, не время, да, тоже. Все, нашли мы дорогу нашу, куда нам надо. Снимаешь, да? Да. Вот сейчас идет небольшой дождик, но... А откуда он капает? Да посмотри просто наверх. Откуда он? Придумает он. Откуда он туда? Скорее всего, он подруг. Потому что там даме, вон, нет такого. Туч нет, а дождь есть. Снимающая туча вон. Ну, и так не надо. Да, вон туч. Да. И все, в принципе. Может, еще тут, где есть. Ладно, идем. Нам вон туда. Так, мысль сбилась, как всегда. Ну, ладно. Значит, что говоришь? У меня нет мысли сформулировать. Да и не суть важна. Ты говорил, что вот за этими кустами уже будет, да? Водокачка или водонапорная? Водокачка, да? Ну, вот, кивает. В этот раз волчишь ты за кадром, а я говорю. Ну, потому что у меня голос опять полухриплый. Ну, а что, ты говоришь, что ты не можешь? Пойдем тогда. А что, говоришь, где пройти кустах? Скорее всего, затем поворотом уже будет. Ну, как там? Можно пройти? Ну, в теории. В теории можно, но... Церťка. В теории. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то непонятно Земля какая-то рыхлая, осторожно Вот поэтому не ходи далеко А то, видишь, земля отслаивается Как не лазить там Не лазить там Вижу, земля, как здесь отслаивается Вот здесь сейчас поднимемся Наверх Ну чё? 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 Одна комната Одна комната? И всё? Ну чё? Ну чё? Ну чё? Я и сказал Одна комната и больше ничего А там что? А ответ Так, а нам с этой стороны опадить, да? Ну да, в принципе. Смотри под нами, гвозди и колодцы. Я думаю, что были вспомогательные помещения, чем было. А там была типа дамба через самую. Ну я понял. Самая часть основной водокачки. Тут вон даже цифры какие-то. На крышу лезть. Хочешь на крышу лазить? Нет. Ну да. Мы тут, видимо, пригласили такие же энтузиасты, как ты, любители полазить. У нас там наш ширик снимается. Да. Отлично. Вот она, эта круглая. Я на нее хочу попасть. Видишь, уже пьязень как рядом. Ну да, видно все это. Ладно, давай. Давай сначала вот это обслежим. Оба. Ну ничего там у нас. телефон привез нормально так чё сказать а внизу там будет видно камере а ты все это водкаешь да так и с этой стороны походу фотографии фотографии мы выложим от с этой стороны говорю походу есть такие же вспомогательные как их такие же вспомогательные помещения возможно нормально то этого буднище нету вот там тоже какие-то комнаты но спускаться я сюда не хочу ты где а вон ты где так вот та же самая комната оба еще одна вспомогательная пустая комнатка в которой ничего нет так и чё такая же ну почти пустая кстати так какой надежный какой надежный спуск здесь короче что же какой-то коридорчик а тоже походу основная часть то есть коридор как раз вот ой вот проход то есть туда и как раз три двери прикольные и тут какое-то помещение было но она болею я уже это все заснял и даже нашел тот вход который идет в как будто бы когда-то бывшим коридором да где пойдем там идет типа ну коридор и три двери как раз есть присмотреть сейчас заглянешь ты прям будешь отчет ты увидишь это было коридором и лишь как раз вон дверь вон две двери одна дверь еще какая-то тип бар что-то она очень ненадежная тут есть в этом проблема тут спустишься а здесь а тут ну тут сам видишь тут есть только спустишь ой тут толком нет никаких проходов что надо идти пока совсем листья ну да так все есть уже все снял ну конкретно эту часть еще нет я только вот всю то что там был как говорится без комментариев здесь все уже мхом поросло в прямом и переносном смысле он кладка как развалено ну что идем к лязьме и кто и круглой части ничего погнали на водонапорную башню это его до качки пойдем попробуем она стоит а чё тут склон то ну да образом говоря в таких же кроссовках вот теперь вопрос как туда пробраться вон тут какие-то древние надписи остались от тех кто тут бывал здесь заминированы на ступи ага понял вон какие-то древние надписи тыс чё тут карыч кто-то оставил запись 28 августа 1994 кто-то тут был выявил в это время я видел 70 где-то год может и было тут уже вон как будто вот здесь самые древние надписи но они уже были десятки где 1970 давай ты потому что я в глаза а вижу уровень воды а кстати он 959 а нормальный уровень тысяч пятьдесят шестом году был самый низкий вы то есть вот пятьдесят шестой год потом 59 70 68 и какое-то еще как будто раз его как будто скажу год тут воды все больше не с каждым годом но скажем вот таким промежутком больше короче так как никто нихрена не задонатил на баллон чтобы сделать наскальную живопись современную придется царапать ее как говорится палкой копалкой ну какой четко давай атаку о вот как то так все теперь только угорать что если это у из моей одногруппники может кто захочет у видеть наскальную живопись припрут сюда может быть может быть да ну кстати если уж кому хочется и когда вот я приезжаю владимир можно потусить с нами только заранее обговорить объект и все вот прикольно так делите большая змея урал снова на работе а вот и клязь на на самое ну чё еще напишу ну а чё ты хочешь по приколу написать я слышу где-то здесь сидит да ну вообще чё я хотел хотел прийти бросить камень давай ой блин за самую деревню ничего страшного все ты кинуть камень и чё-то еще и попить у этой водокачки пепси теперь все как раньше мы снова ходим на наши вылазки с любимым лимонадом но за рекламу вы нам так и должны по жизни еще за те видео красота надо было еще салатик взять с собой сейчас еще салатик на берегу клязь мы поели ну видишь от пепси у меня голос прорезался кстати я вчера и и мы сколько вчера на три бутылки сразу выпили на радио до 33 я говорю ты выпил потому что я вывел от силы три стаканчик так хочу у нас с этой страны ну все то же самое но нас интересует тогда уж хотя бы на скальная живопись вон чё там написано сид кит вот это вот команду что там арту одному арту на команду брать по брать по одному арту на команду видимо это на арта это рисунок ну видимо тут это были какие-то состязания любителей прессовать на стенах я сейчас подожди чё ты задумал хотел рюкзак афиг там да он уже был сломан поэтому сел я ничего не обещаю потому что как говорил один мой знакомый тут самому себе верить нельзя но это была другая ситуация поэтому сложно сказать блин и опять у меня не те штаны вот я хотел трико поехать вот здесь встань меня аж не видно а а так так я хуй знает как я это сделал да это только блин в кино хорошо смотреть как володя епипанцев в таких штанах везде лазит там есть какие-то сучки чё с этой стороны нет нету да ну вроде как мера предосторожности мера предосторожности мера предосторожности они меня я оттолкнуться не могу мне нет чего слишком так что сейчас провалится блять вот был сучок наверное теперь ухватиться нет что не она сломается короче тут все уже просто слишком дряхлая так теперь еще раз дубль только в этот раз соорудился вот такую вот шнягу ну это не факт что это не поможет на 8 и момент истинный не алё да слишком низко не за что мне схватиться было бы хотя бы за что да за кадром был еще одну попытка но она еще больше рассыпалась под твоим вес да и поэтому как-то и тут не крути тут один фиг залезть очень сложно или почти нереально что-то еще пошел искать материалы для подпорок надо подумать мне хочется туда запороться переставить в общем попробовал я с той стороны только видите проломилась но мы не снимали мы хотели начать снимать вот отсюда полтора километра отсюда есть лестница сходим там на этом на посте c по моему если я правильно назвал электрическое чего-то там я забыл ну прочё предыдущее видео ладно оказалось вот так близко тут уже лазерщиков был без меня тут и без тебя все уже обломали давно вот они как раз они залезали в них вот было они ногу ставить дальше вон было короче все самые ветки уже оторваны а тут уже лезьте не ну не от чего а так это же еще значит походу дерево уже свое отживает оно еще и сохше оно еще и ломкое короче стало за эти 7 годы ну да ну что и вот кто последний по ней лазили они ее уже окончательно добили вот хорошее ну да то есть его просто она разломалась уже потом пока по нему лазили все ну чё тогда потихоньку собираемся доедем тогда чё уж ну видимо да да и тем более дождь намечается то уже идет точнее да нет в следующем видео мы с лестницей сюда не придем что вы смелочиться поперлись на эту тест спросим мужиков лестницы да дайте лестницу первую ближайшую эту организацию первую ближайшую организацию какой-то само по себе ну она совсем маленькая она образная вырастет когда тебе уже не до походов будет вот она да но только он не она слишком неустойчивая еще тогда полагаю в общем дамы и господа вся эта конструкция сломалась попасть туда у меня не получилось но я думаю она просто уходит туда дальше в землю и там где нибудь стоял раньше насос который качал воду с клязь думаю было примерно так ладно мы хотя бы успели попасть сюда что она еще стоит круглая не совсем все развалилась я уже этому рад наверное на этом наше видео подходит к логическому завершению секунду ну в смысле что мы завтра уезжаем просто у нас завтра все начинается выходные мы же не прямо под тебя выезжаем да типа там чего нам ждать и 8 приезжать просто мы-то собирались вообще ухо куда как бы типа там в Питере или в Минске вообще хотел ехать вот но мне что-то не подтвердили и потом в Питере мы поняли что у нас денег сейчас не хватит так все стоп да да лестница вон там не так уж и далеко да возьмем до назад а давай не серьезно ты что поверил? да бля бля да Продолжение следует...